С самого детства Юлия питала особую любовь к собакам и часто вспоминала овчарку, которая была у ее родителей. После переезда от родителей Юлия сняла квартиру в спокойном районе с дружелюбными соседями и устроилась на работу бухгалтером. Спустя некоторое время Юлия решила завести собаку, о которой давно мечтала. После посещения нескольких приютов для животных, она наконец нашла подходящий вариант. Подрастающий щенок овчарки смотрел на Юлю умными и немного грустными глазами, словно умоляя забрать его к себе домой. Оставив все сомнения, Юля забрала щенка с собой и дала ему кличку Бронкс. Пес быстро освоился в небольшой квартире новой хозяйки и чувствовал себя как дома. Юля также привязалась к ласковому и игривому питомцу. Однажды утром она обнаружила Бронкса спящим рядом с ней в кровати. Юля попыталась объяснить щенку, что его место на коврике у порога. Но ситуация не менялась. Юля не могла ударить питомца, чтобы отучить его от этой привычки. Она сильно привязалась к новому мохнатому другу и смирилась с его странной, но милой привычкой. Все шло хорошо, и новые заботы не вызывали у Юли беспокойства. У девушки, ухаживающей за лохматым питомцем, появились некоторые проблемы со здоровьем. Поначалу она не придавала этому особого значения, считая, что это связано с ее рутинной работой. Однако со временем ее самочувствие ухудшилось, и она решила обратиться к врачу. После осмотра и проведения ряда анализов, врач не смог поставить точный диагноз. Однако он предположил, что у девушки может быть аллергия на шерсть питомца, который спит рядом с ней. По рекомендации специалиста, я назначила пациентке несколько препаратов для лечения аллергических реакций, а также рекомендовала минимизировать контакты с животным. По возвращении домой, обеспокоенная пациентка начала принимать назначенные препараты и настойчиво объясняла собаке, что ее место – на коврике у двери. Через несколько дней пациентка почувствовала небольшое облегчение, а собака послушно спала в коридоре. Пациентка была довольна результатом и решила, что рекомендации врача оказались верными. Оставалось лишь завершить курс лечения, и можно было вновь радоваться жизни. Через некоторое время пациентка приняла все назначенные препараты. Однако собака продолжала забираться на кровать по ночам. Кроме того, пациентка не полностью выздоровела, после пережитого стресса у девушки вновь появились признаки слабости, вялости и апатии, которые стали причиной ее душевных страданий. Юля не знала, как справиться с этим состоянием, и не понимала, кому обратиться за помощью. Однако Бронкс, ее питомец, по-прежнему оставался активным и жизнерадостным, как и в тот момент, когда она взяла его из питомника. Это навело Юлю на мысль, что причина ее состояния кроется не в животном. Вот только жизнь Юли, несмотря на довольного питомца у ее ног, стала по-настоящему невыносимой. Девушке даже пришлось взять отпуск за свой счет, так как мысли постоянно путались в ее голове, и она никак не могла сосредоточиться на своих обязанностях. Когда Юля уже совсем отчаялась и с ужасом думала, что у нее может быть смертельная болезнь, к ней в гости зашел приятель, который работал ветеринаром. Увидев печальное состояние хозяйки и узнав, что все это началось после приобретения Бронкса, знакомый настойчиво посоветовал Юле привезти собаку в его ветеринарную клинику, чтобы подтвердить или опровергнуть возникшие у него подозрения. Ситуация девушки была безвыходной, поэтому ей пришлось последовать совету ветеринара. Однако при внешнем осмотре Бронкса ничего не удалось обнаружить, поэтому у пса взяли несколько редких и довольно дорогих анализов, результатов которых пришлось ждать целую неделю. Эта неделя показалась ослабшей до невозможности Юли настоящим адом, а когда, наконец, результаты анализов были готовы, выяснилось, что у Бронкса нет никаких проблем со здоровьем, раздался звонок от знакомого ветеринара. Она сразу же ответила на звонок. Мужчина взволнованным голосом сообщил Юлии, что ее питомец, Бронкс, заразился редкой и чрезвычайно опасной болезнью, которую невозможно выявить без проведения специальных исследований. Это заболевание редко передается от собак людям, но в случае с Юлией это произошло из-за постоянного тесного контакта с питомцем, вероятно, во время снарядов. Ветеринар назначил Юлии и ее питомцу срочный курс мощных антибиотиков. Он добавил, что если бы девушка не начала лечение немедленно, то последствия могли бы быть очень серьезными. При этом у самого Бронкса болезнь никак не проявлялась, он был лишь переносчиком. Юлия сразу начала принимать лекарства, как и ее питомец. После завершения курса она почувствовала значительное облегчение, а результаты повторных анализов показали, что болезнь больше не присутствует. В тот день Юлия наконец вздохнула с облегчением и крепко обняла своего питомца. К сожалению, она чуть не стала причиной гибели своего питомца. Кроме того, она позволила своему любимцу спать рядом с ней на большой мягкой кровати. Уважаемые друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, где вы сможете найти много интересного контента.